На 2017 год по Новочубоксарску утверждена программа жилищного строительства за счет всех источников финансирования в объеме 58 тысяч квадратных метров. По состоянию на 30 июня текущего года введено в эксплуатацию почти 40 тысяч квадратных метров жилья, или 67% от намеченного плана. В стадии строительства находится 17 многоквартирных домов. 9 августа в актовом зале администрации города состоялся праздничный концерт и церемония награждения, посвященная Дню строителя. Торжественное мероприятие началось с поздравления главы Новочубоксарска Олега Матвеева и главы администрации города Ольги Чепрасовой. Они подчеркнули, что труд строителя высоко почитается и является одним из самых уважаемых в народе. Ведь представители строительной отрасли обеспечивают людей жильем, объектами образования, здравоохранения и культуры, строят производственные комплексы и объекты инфраструктуры жизнеобеспечения, без которых жизнь современного человека невозможна. В этом году наш город отмечает 57-летие и Новочубоксарск создан именно вашими руками, вашим трудом. Город у нас получился красивый, самобытный, прекрасный город, в котором мы живем. Благодарю вас за добросовестный труд на благо любимого Новочубоксарска. Продолжила мероприятие церемония чествования лучших представителей строительной отрасли. Почетными грамотами главы Новочубоксарска, а также благодарностями администрации города были награждены лучшие сотрудники строительных организаций. В рамках мероприятия состоялась чествование Альбины Николаевны и Михаила Валерьяновича Петровых за большие заслуги в укреплении института семьи и активную общественную деятельность в микрорайоне Толстюраковский. Мы поженились 38 лет тому назад на День строителя. И работали в то время в строительстве номер 4. Я каменщиком и муж тоже каменщиком. Город у нас очень изменился. И по возрасту мы с нашим любимым городом одногодки. Строителям мы желаем, чтобы здоровье, самое главное здоровье и удачи. Если будет здоровье, и все будет процветать. И, как сегодня сказали, самое главное стабильность тоже, чтобы у нас все было хорошо. Тожественную церемонию награждения разбавили выступления вокальной эстрадной группы Азамат и певицы Анна Сачаловой, которые также поздравили присутствующих с профессиональным праздником.